В очередном матче Суперлиги Самар СГУ победила Ревдинский темп, хотя первая четверть осталась за гостями. Ведь они сражаются за попадание в плей-офф, а Самара – первый номер кубковой серии. К большому перерыву картина кардинально изменилась, и уже экономисты вели в счете 15 очков. Дальше больше. С каждой минутой преимущество самарцев росло, и к финальному свистку счет был 60-58 в их пользу. Эта победа с учетом других матчей Суперлиги позволила экономистам впервые единолично возглавить турнирную таблицу чемпионата страны. Хоккеисты ЦСКА ВВС проиграли второй матч подряд в гостях у Ростова. Опять в овертайме и снова со счетом 3-4. Доминировать в игре начали ростовчане, они первыми реализовали голевой момент. Но военных летчиков это не смутило, и они вышли вперед 2-1. Одну шайбу забросили даже в меньшинстве. Перед решающим периодом ЦСКА ВВС вел 3-2. Но в концовке встречи большинство реализовал Ростов, и судьбу матча решил овертайм и ростовчанин Савинов. Сейчас впереди по играм Ростов 2-0. В четверг финал российской хоккейной лиги приедет в Самару. Для победы в чемпионате страны нужно выиграть три матча. В Севастополе прошла всероссийская регата на призы командующего Черноморским флотом. На счету Самарской флотилии 4 медали. В классе «Оптимист» первое место занял Дмитрий Лоздин. Среди младших девочек серебро у Алены Суховой. Ее успех повторил сверстник Вячеслав Рожков. Бронзой в классе «Зум-8» отметилась Галина Павлова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.